Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками Герри Доу, также известен как Геррард Доу. Родился 7 апреля 1613 года в городе Лейден. Там же умер 9 февраля 1675. Живописец голландского золотого века, первый ученик Рембрандта, основатель Лейденской школы и гильдии Святого Луки. Я засчитываю то, что мне удалось найти в интернете. Среднений очень много, переводная википедия. Прочная слава Доу заключена в притягательности маленьких, но чрезвычайно кропотливых мастерски исполненных работ. Жанровых сцен, натюрмортов, портретов, что необычно для голландских художников 17 века. Это Нью. Его картины отличаются гладкой, словно эмалированной поверхностью, которая стала эталоном для школы Финшхилдерс. Похоже, вот так произносится. Когда его похвалили за терпение, с которым написано крошечная метла размера с ноготь, мастер ответил, что тут еще дня на три работы. Его заказчика рассказывала, что он потратил пять дней только на одну ее руку. Поскольку Доу брал шесть гульдинов в час, как портретист, неудивительно, что портреты не составляют значительную часть его творчества. Чаще всего на картинах Доу изображена одна-две фигуры, которые занимаются повседневными делами, либо в интерьере, либо видны через окно. Именно этот художник популяризировал композиционное решение «Рама внутри рамы», за что его картины получили название «Нишевые». Многие работы полны символов, подчас двухсмысленные, визуальных ссылок на расхожие пословица или девизы. Доу разработал собственную характерную манеру, отличную от Рембрандта. Отточив детальный и тонкий стиль, потратив пять дней на написание одной руки на портрете, он нашел работу настолько восхитительной, что начал производить собственные кисти. В Герри Тудо приписывается более двухсот картин, и образцы его творчества можно найти в большинстве крупных публичных коллекций Европы. Наиболее известные его ученики Франц Ван Мирс Старший, еще одним считается Гавриэль Метсю, но документы это не подтверждают. Первый урок в искусстве гравировки на стекле он получил от своего отца. В возрасте девяти лет мальчик поступил в ученики к граверу по меди, затем два года обучался у художника по стеклу Питера Ковенс Хорна, затем был членом гильдии стекольщиков. Ему еще не исполнилось 15 лет, когда он поступил в мастерскую к Рембрандту Ван Рейну. Считается, что он был первым учеником 21-летнего Рембрандта, впоследствии у того было около полусотни стажеров. Родители ученика должны были платить Рембранду 100 гулинов ежегодно. Надо сказать, что у Дова нет картин, датированных периодом ученичества Юрия Брандта, но некоторые его произведения настолько близки по стилю к учительскому, что наверняка были написаны в то время. Ранние работы Довы временами даже приписывали самому Рембранду. Эта путаница часто связана с тем, что в те годы у них были общие темы и модели. В 1631 год. Внезапно отъезд нескольких мастеров нанес серьезный урон художественной жизни в городе. В Астердам переехал Рембрандт, который согласился открыть там мастерскую под патронатом известного торговца Хендрика Ван Элленбурга. В том же году город потерял успешного ландшафтного живопица Яна Ван Гоэна, который предпочел осесть в Гаге. Как вот этот великий исход не объясняется ухудшением условий жизни в Лейдене, напротив, причины отец были личной, обусловленной верой в более значительный успех и в других местах. Потеря талантов привела Лейдена к художественному застою, который продолжался почти десятилетие. Но их отъезд, этих художников, осводил путь к успеху для Геррета Доу, чья звезда взошла к концу 1630-х и ярко засияла не только в родном городе, но и за пределами страны. Бургомистр отмечает молодого человека как превосходного мастера. Цена на его картины достигала до тысячи гульдинов. Только плохая погода могла помешать художнику появиться в мастерской. Доу сам сделал кисти, настолько боялся пыли, что после сеанса прятал палитру, инструменты и краски в пыль непроницаемый шкаф. Вместе с многочисленными последователями, которые работали в технике Доу, они образовали в Лейдене школу, получившую название «Изысканные художники». Этот термин относился к особой манере живописи, чрезвычайно точному и тщательному изображению деталей в маленьком формате. Кстати, цены на работы Геррета Доу превзошли в стоимость произведения его учителя Рембрандта. Есть свидетельства, что живописцу генеральные штаты Нидерландов выплатили сумму в 4 тысячи гульдинов за картину «Молодая мать». Эта картина стала одним из подарков Карлу Второму английскому. Текст я беру по переводной Википедии и статьи автора Влада Маслова. Ну вот, наверное, и все, что мне удалось найти по художнику Герри Доу, известному как Герард Доу, живописец голландского золотого века, первый ученик Рембрандта. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok